Ох, ребята, всем привет! Не спрашивайте, как так получилось. Я в парике, потому что у меня грязная голова, и Карина мне сказала такая, я завтра буду в парике. Я подумала, блин, я тоже буду, решила не мыть голову, но мне это вообще не нравится, честно говоря. А еще я взяла с собой сухой шампунь на случай, если я передумаю. Я думаю, что мне нужно решить сейчас, хочу я так ехать или нет. Так красиво будет только на фотках, вот в чем проблема. Очень поздно вышло сегодня, все из-за того, что устала не высыпаться, устала рано вставать, и самое тупое, что вчера я очень-очень поздно легла. Короче, я не выдержала. Очень поздно легла вчера, потому что монтировала влог. Во-первых, я поздно пришла домой от Карины, все такое, потом я еще заходила в аптеку, мне надо было там гели всякие купить от синяков, чтобы на нос мазать. Я сейчас просто пучок сделаю и попшикаю сейчас. Я все взяла. Домашний парикмахер. Я думаю, что это будет лучше, чем в парике. О! Блядь! Сука! Я сняла парик. Домашнюю парикмахерскую заказывали. Короче, сейчас я позвоню соседям нашим, потому что они колеса мне будут менять. Там сосед есть. Он умеет, классно делает. Классно, по кайфу вообще. И что? Позвоню, скажу, сорян. Я поздно приеду. Кстати, вчера Карина подарила мне тональный крем. И как? На мне. Нормально? Да. Спасибо, братка. Круто. Если что, ты можешь смешивать. Я же тебе два подарила. У тебя есть один. Один ты светлый мне дала прям хороший для меня, а другой потемнее. И вот я светлым помазалась, и вроде хорошо прям. Ну, класс. Он розовинку тоже дает. Или ты пудру сделала? Не, не пудру, а скульптурирование. Так, что у вас тут такое за балагань? Слушай, от тебя ко мне пришло. Куда идем? А, Макдональдс! Чтоб быстренько заехать, хотя я вообще не хочу Макдональдс. Нет, я на самом деле не хочу, но я понимаю, что сегодня весь день нужно будет что-то есть. А с собой я никакой еды не взяла, поэтому, ну, типа, ладно, пожалуйста, если нужно, нужно... Да ладно, просто не калорийное что-то еще. Да, Биг Мак, например. Так, сейчас соседям позвоню, скажу, типа, извините, извините, ради бога. Просто мне так хотелось спать, так устала рано вставать. Еще, понимаешь, я бы встала сегодня нормально, если бы вчера у меня не заглючил ком. Потому что из-за того, что он заглючил, я очень-очень долго не могла ничего сделать. Сколько? Час? Часа полтора, наверное. Из-за этого я очень поздно легла. Ну, типа, легла бы хотя бы на часа два раньше, может, не знаю. Ну, в общем, тупость-тупость. Так, я розовые волосы имею, а ты нет, как-то неудобно. Ты вообще вся в белом такая воздушностная, яшка. Нет, Снегурочка. Ой, ребята, дачные влоги, это что-то с чем-то. Алло. Привет. Тетя Валя, здрасте. Да, я хотела сказать, что мы попозже приедем. Ничего, мы просто вот сейчас только едем. Нет, ничего. Ага, все, ладненько. Тогда где-то через час-полтора вот так вот будем. Ага. Да, спасибо большое. До свидания. Все ключи взяла, которые надо. А дачи нет, как всегда, забыла. Но они откроют, да? Ну, да, да. Хвост что сделать такой деловой. Деловнянский сделал. Расколбасный. Я тоже думаю, сделать. На самом деле, не знаю, мы с тобой договорились, что... В париках. В париках будем делать. Ну, да, ну, блин, я что-то посмотрела. Ну, как-то вообще не очень. У меня просто еще волос этих нарощенных до хрена. И он как шапка на мне, реально. Я прям не знаю. Не могу. Мне кажется, вот этот мне идет даже больше, чем тот. Вроде нет, не знаю. Может, он больше. Тут прикольно здесь сделано. Вот так вот ряд, а потом раскладается. Ну, да, да. Ну, мы его тоже так, но мне все равно не нравится. Понятно. Не, мне, знаешь, вот реально на фотках клево. Ну, что-то на видосах мне вообще как-то зашло. Понятно. Да. Еда, привет. Здрасте. Проверять соус. Спасибо. Ну, их много. Два сырных вижу, два кистосладких и сальса. Нет, Риза заказывала кистосладких. Подожди. Вот еще. Да, Риза. Все. Супер, купе. Чем-то по-бам-бам. Знаете, зачем я ем? Хотя я не предпочитаю не есть сейчас фасуд, потому что худею. Потому что как же красиво я ем во влогах у Юли. Это наслаждение. Я надеюсь, что... Еще потом даже другие каналы берут эти куски и переделывают их. Я буду ждать. Все, весь рецент только на тебя. Ты должна сейчас есть, хайфовать прям, а я должна просто без остановки о чем-то болтать. Тоже пропиарить на видео. Это очень смешно. Во-первых, у нас есть видео «Вилкой в глаз» канал, который ты смотрела, да? Да-да-да. Переделка наша. И есть еще на канале «Карабуля». Это «Взрыв мозга». Это очень смешно. Да. Ой, ладно, доставай еду, брат. Кстати, сейчас посмотрю, как ты мне сделаешь расстановку еды. И я оценю твою расстановку по десятибалльной шкале. Нави пока на первом месте. Слава занимает пока последнюю позицию. К сожалению. Мне хотя бы Славу перегнать. Не хочу быть последней. Уже лучше. Ой, как получается! Нет, на самом деле я просто думала, высыпать ли картошку. А, да? Но потом вспомнила, что, по-моему, ты ее не высыпаешь. Соусы считаются? Конечно, все считается, брат. Все, брат, засчитывается сверху. Все видно. Сейчас, мои хорошие, я открою соус. Пусть будет сверху наггетсов. Да, да. Можешь второй не открывать. Реально? Ну, Надя иногда открывает, а иногда не открывает. Но Надя все делает просто в этом плане идеально. Она так, я говорю, ты так за мной ухаживаешь. Просто. Потому что, не знаю, Слава вообще. Он просто берет этот мешок, достает, что-то достанет, сюда расставит все. И типа, ну, бери. Я не знаю, почему меня это бесит. Я говорю ему постоянно, ты что не можешь мне открыть, поставить? Ты же знаешь, как надо. Он ставит чикины, картошку сначала достает. Я говорю, ты зачем картошку достаешь? Чтобы она упала, открой чикины и туда положи в другую эту емкость. Ну, по сути, если это будет мой единственный прием пищи сейчас сегодня, то все в порядке. Не уверена. Блин, могли бы сделать все по алфавиту. О, Биг Мак. Состав, калорийность. 500 калорий в одном Биг Маке. Ну, слушай, это не так уж. Еще один Биг Мак, и все. А в чикенбургере? Чикина, в смысле? Нет, чикенбургер МСО. А, там Биг МСО. 400 калорий. Гамбургер, мой любимый тоже. 250 всего калорий. Ого. Ты что-то посмотреть? Чикен Макнаггетс. Я всегда чикины беру себе. Чикин Макнаггетс. Наверное, 268 калорий. Да, все верно. Почему ты чикины не любишь? Я люблю чикины, просто я раньше вообще ела обязательно бургер, картошку и наггетсы себе брала. Но в какой-то момент я поняла, что... Нет, моя дорогая, три позиции в Макдональдсе за один раз это слишком много. Поэтому, так как я предпочитаю больше хамбургер, какой-нибудь бургер и картошку, я беру картошку, а не чикины. Но чикины тоже класс. Ну да. Я просто не могу сесть в три позиции, хотя были времена. Были. Ну, редко бывает. Сейчас не помню, когда было, но... Я могу взять чикины, картошку, ну, уж небольшую, наверное, в таком случае. И, например, чизбургер или чикинбургер. Но, как правило, я как бы не съедаю все до конца, я просто наслаждаюсь и тем, и тем. И то откусил, и все откусил. Картофель фри. 434 калории. Ничего себе. Вот, вот, вот. Меня на самом деле подкосил Бахрейн. Ненавижу путешествия. Завтра, послезавтра опять улетать. Ну, как тут можно, типа, нет, ты берешь себя в руки. У меня вообще сложно с путешествием. Мне кажется, наоборот, я в путешествиях худею, потому что там нет еды, которую я люблю. Ну, не всегда, конечно, но я, типа, не знаю всегда, что себе заказывать. Поэтому беру всегда, типа, что-то очень простое. Боюсь, что я что-то закажу, и это будет какое-то специфическое и непонятное для моего вкуса. Блин, я боюсь так откусывать сейчас. У меня же эти временные. А так бы я, наверное, закусила бы сейчас его. Давно не пробовала этот Биг Мак. Я еще люблю гамбургер, но Биг Мак больше. Ты Славину реакцию уже сняла? Сегодня? Не, он спал. Ну, ему забавно. Он говорит, ты как куколка. Теперь у меня всегда будут белые зубы. Даже если я землю буду жрать, водичку сполосну, да, вот, и у меня опять будут белые зубы. Я начала еще раз смотреть сериал, который я смотрела. Ты должна его посмотреть на русском. Ой. Он просто потрясающий. Говори, уже не тярьки. Форс-мажоры. Ну, там, знаешь, типа, там тяжело понимать, в том плане, что там много, даже на русском языке, очень много фраз и слов по поводу юриспруденции. Я тебе на тебя подам в суд. Это самое легкое, что там можно услышать. Вот. А так, очень круто. Актеры крутые. Там же играет Меган Марко. Я видела у тебя сторис. Угу. Хотя бы ради этого. Ты удивляешься. Офигеть. А! Я не переживаю, ты че? Интересно то, что у нее там, типа, постельные сцены с чуваком, а потом ее просто берут замуж принцам. Видишь, как бывает в жизни. Не, я ничего не хочу сказать, просто у них же там, типа, все строго. Ну да, я тоже. Она даже вынуждена отказалась от съемки, продолжения. Может быть, ей принцессе больше нравится быть. Интересно, что ей можно делать со своей жизнью. Она вообще может работать? Может и может, но зачем? Честно, вот я не представляю у себя прямо именно вот на месте принцессы какой-то. Типа, чтобы мой там, этот, муж был там принцем или кто он там. Ну, не знаю, я вообще не представляю. В любом случае, это надо всегда держать спину ровно. И все такое. Ну, как бы, куча таких моментов. Жесть, как она справляется. В любом случае. А я не знаю, не люблю. Я, может, ей в Макдональдсе даже жрать нельзя, понимаешь? Как я так вижу? Вот это... Да, у нее одно это слово. Чего уж на датчику и витоном вебражать. Что у Юлии пушпин в сумке? Ну-ка. О, там чего только нет. Эй, Лея. Я просто на всякий случай всегда ношу. Это тот самый челлендж без подготовки, который больше всем интересен. А знаешь, как снимаются эти челленджи с подготовкой, что у меня в сумке? Просто берешь пустую сумку, накидываешь что-то. Так, что бы туда положить? Помаду я с собой ношу. Ключи. Реальность на самом деле. Ну, блин, потому что не всегда у тебя в сумке есть все, что ты хочешь показать. Ну, это да. Но ведь это же неправда получается. Ну, некоторые блогеры так и делают. Вот, ребят, я сейчас убегаю куда-то, и я вам покажу содержимое сумки. Ага. Я постоянно тоже куда-то убегаю. Знаешь? Ребят, сейчас убегаю куда-то, я вам блог сниму. Ну, если не очень получится, ну, я просто убегала сегодня куда-то. А, что достать-то? А, капли в нос. Капли в море, капли в море. Во втором блоге, или в первом, я уже не помню, я переделала песню... Ветер с моря-ду, ветер с моря-ду. Вот это я переделала, и вместо ветер спела бивик. Бивик, это типа бивик, только, ну, как бы... Ну, мы же любим ее по-всякому смешно называть, бивик. И когда я ее зову просто, типа, бивик. Иногда можно послышать, что бивик. С чего, с чем я? Ага. Вот. И я спела, короче, бивик с моря-ду, бивик с моря-ду. Понятное дело, никто ни хрена не понял. И все пишут, Юля, там вообще-то не берег с моря-ду. Я говорю, да и какой нахрен берег? Бивик! Я всем отвечаю. Вот, конечно, эта история стала смешной. Только я не могу найти твои капли. Ищи, брат. Меня иногда нос закладывает, и меня это так напрягает, потому что раньше у меня такого никогда в жизни не было. Я теперь без капли не хожу. Я не могла их не взять. Если я их не взяла, то пипец! Не, брат. Нету? Ну да, сейчас вскроюсь. Мне так интересно было, как же все-таки снимают временные вот эти зубы. Я думала, что что-то там как-то... Ну, я не знаю, но я уж явно не думала, что их просто вырывают с твоих зубов. Я тебе клянусь. Мне поддели их, типа, и начали, короче, каждый так... Потом там, типа, застревало... Ну, не застревало между зубов, а надо было все прочистить. У меня еще к ретейнерам... А, мне, ты и беги. У меня еще к ретейнерам приклеивалось. И это была вообще жесть. Фу. Проехали. Слава, по волосам препятствий. Блин, на самом деле, ну, я не боюсь, если меня остановят, я знаю, что у меня все документы с собой, я ничего не нарушила и все такое. Но все равно психологически... Ну, это Россия. Да, страшно. А, знаешь, что я тебе хотела рассказать, Додок? Мы начнем петь песенки. Мне на мою машину пришел штраф. Пять тысяч. Тот самый? Нет. Тот самый, это когда мы забыли, не забыли, а Карина, мы приехали на моей машине, и Карина оплачила парковку, и она оплатила на свою машину, а не на моей. Хотя моя машина была вообще у мамы. Ну, то есть, я просто ошиблась и не выбрала, и выбрала не ту машину. Но тот не пришел. Тот не пришел. Что странно. Но пришел штраф, в котором гласится о том, что я гражданка в 0000 23 октября в центре припарковалась и не оплатила парковку. Мне мама такая пишет, типа, Юль, ну что такое? У меня просто очень большие проблемы раньше были с тем, что я не оплатила, забыла или просрочила, и постоянно приходили штрафы большие, но на большую сумму, понятно, охренеть. Вот. И мама такая, Юль, ну что такое? Вот пришел штраф, но скачай для себя уже приложение, а я все до сих пор по старинке смс-ки отправляю с телефона. Реально. И мама мне это пишет, я такая, а какого числа это было? Потому что я все парковки оплачиваю, ну, то есть, реально, я не забываю. Первое, что я делаю, это оплачиваю парковку, когда куда-то приезжаю. Она мне присылает, типа, 23-й, я такая сижу, думаю, думаю, подожди-ка, я из Турции 24-го вернулась только. Какого фига? Ну, может, это тот пришел? Нет, это не тот, это мошенники. И недавно моему отчиму пришел тоже штраф, ну, правда, не на 5 тысяч, а на 1,5 тысячи. Там парковка, видимо, дешевле стоила. И там тоже было написано, что якобы он в какое-то там время где-то припарковался, не оплатил, хотя он в этот момент вообще на даче был, и машина его тоже там была. А это на официальном штрафе? Это официально приходит, представляете? Сначала мы оплатим эти штрафы, потом, скорее всего, мы будем писать какую-то там жалобу, заявление. Не знаю, как это делается, но мы будем это делать, потому что, если это не остановить, то нам постоянно будут приходить штрафы бешеные, а как бы с чего бы мы должны платить такие деньги за каких-то мошенников? Суть в том, что, скорее всего, какие-то людишки берут номера, покупают. Они пробили, что есть там вот Lexus, например, с такими номерами, как у меня. Они берут такие номера, переворачивают свои, и там типа мои. Понял? Тоже Lexus какой-нибудь, с такой же марки, с моими номерами. И мне приходят штрафы. Мы думаем так. Может, такое есть? А что нет? Либо я не знаю, что это. Кому вопросы мне задавать? Какого черта просто? Ну, это ужасно. Вообще. Кстати, Карине говорю, то, что такое настроение сегодня вообще просто дома в кроватке лежать и ничего не делать. Посмотрите, реально. А еще дождь, ты посмотри, какая вообще атмосфера. Вот эта песня, она мощная. Ииии. Мой тоже любимый. Это по-любому учила его. Бурю, мглою, небо кроет. Вихни, если я... Ну, конечно, учила. Подожди, я сюда напомню все, что учила. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка, сердце будет веселей. А что, на самом деле, так странно. Я только, реально, в голове у меня только первые четыре строчки хорошо в памяти. Остальное я смотрю и вообще фиг знает, откуда это, как это. Это зимний вечер Пушкина. Красота какая-то. Так, я сделала только один хвостик себе. Что там? Они должны были хотя бы в авторстве Пушкина указать. Автор текста. Гусейн Ли, Джахид, Афраил Аглы, Малахин, Михаил Валерьевич и... Александр Сергеевич Пушкин. Цитирование. Брат, подержи руль. А, брат, без проблем. Мне постоянно люди держат руль. Равни, равни. А я не люблю. На трассе сложно просто. Костики завязаны. Они у меня не очень красивые, но... Я найду тебя. Я найду тебя. А-а-а-а-а. Или детей. В буром коне небо кроет. В их и снежные грудья. Он людей приучает к этому стихи, ле. И ты запоминаешь. И потом приходишь куда-нибудь на кастинг или в школе. Говорят, ну расскажи Пушкина. Так, что там пел Джонни? На самом деле, да. У меня самой после этих строк реально немножко лучшее отношение к стихам. Потому что, ну я думаю, ну блин, если читать стихи, то мне это вообще не нравится. Когда их поешь, реально меняется дело. Вот мы все стихи пропивались. Прям сборник, знаешь, Александр Сергеевич, Пушкин. И музыка такого-то. И музыка Шопен. Я слышала этот момент где-то у тебя или ты где-то включала. Но я не думала даже. Скинь мне эту песню. Ты не слышала? Нет. Лев! Ты гонишь. А, раз это поет пчела, не жужжит. Да. Бш-бш-бш-бш-бш-бш-бш-да. Блин, глаза-то капец такие, да. Как добавить. Нравится? Здесь снег, снег, души. Мы так любим танцполы, таблетком бит. Мотыльками на свет фиолетовой. Мотыльками на свет фиолетовой. На стол, в ладони лаем соль. В глаза твоих огонь. Я с ума с тобой зашел. И в ритме стробоскопа потислием сироп. Самое тупое, что у тебя нету тонера. И когда мы танцуем и поем, все это могут видеть. И в пробках это самое тупое. Ну, для вас, мои хорошие. На самом деле, мы, ну, типа, сами бы так делали, если без камеры. То есть мы вырубим камеру, мы будем так же все. Давайте слушать, поэтому будем. Знаешь, что девочки написали в комментах? Кто-то написал, типа, ура, завтра с подружками еду на дачу. Поняла, почему? Это так прикольно вообще, я в шоке. То, что люди действительно, когда смотрят наши влоги, они не просто смотрят, типа, на каких-то там девочек, которые живут своей жизнью, а они реально чувствуют себя нашими подругами. И это кайф, потому что так и есть. Не знаю, ну, как бы, хоть мы и не знакомы, но мне кажется, мы настолько близки. И у меня кто-то спросил вчера, типа, почему, ну, так медленно растут подписчики на ютубе, и все такое, девочка в директе. Я ответила голосовым, что часто фиг знает. Но, с другой стороны, я, во-первых, не стремлюсь, меня не волнует цифра подписчиков, меня больше интересует цифра просмотров, комментарии. Ну, то есть, вот такое. Мне абсолютно все равно, будет у меня там 2 миллиона в ближайшее время, не будет. То есть, как бы, это в любом случае цифра. Для меня важнее именно то, что есть люди, которые вот так вот могут написать, ура, завтра с подружками на дачу едем. Это очень приятно. Это очень классно, я не знаю. И таких очень много, обожаю. Знаешь, мне кажется, они себя такими ощущают, потому что мы реально читаем комментарии, отвечаем на них и не забиваем на фидбэк. То есть, как бы, идет двусторонняя связь. Не так, что мы им даем, а они получают, и все, на этом все. Видно, что они знают, что если они оставят комменты, они получат сердечко, а значит, сердечко это прочитанное. Это очень круто, правда. Нет, я правда все читаю, ну, то есть, и Грина тоже. Иногда бывает, что там, ну, знаете, полтора дня прочитала, или день прочитала, Ну, у меня как, типа, я выставляю видео, первый день, я его прям читаю, все комментарии, которые за первый день, потом, там, на следующий день могу зайти почитать, но, понятное дело, я не захожу на старые видео, не читаю там комментарии, у меня там выходят уже другие видео, то есть, это само собой, поэтому коммент 100% будет прочитан, только если он оставлен в первые сутки, примерно вот так вот, полтора-два. Ну, у меня он, скорее, будет прочитан 100%, если вы его останете в первые часов 10, потому что, особенно в неделе влогов, ты потом, ну, тебе реально сложно. Ну, вот ты знаешь, я вчера час сидела, читала комменты. Может быть, если бы я этого не делала, я бы еще раньше легла спать, еще, если не считать, что ком грузился, тупил, но мне прям хотелось, и сегодня хочется скорее. Обратная связь супер важна, я рада, что мы это понимаем и делаем, это не то, что понимаем, мы это хотим делать. Да. Я не представляю, как можно, ну, вот, просто забить, там. Вот, если честно говорить, конечно, снимать неделю влогов сложно, потому что, ну, как сложно. Вот сейчас мне нормально, но сегодня, может, я бы не снимала ничего, например. Ну, какое-то состояние такое вот заколебанное. Хотелось бы поспать подольше вообще, ни о чем не думать, никуда даже на дачу не ехать, погода, дождик. Но сериалы, во-первых, пообещала вам, нельзя как бы вот так вот прервать неделю влогов, это, ну, неправильно, я считаю. Конечно. Во-вторых, я, вот, вы зависимы от влогов, а я зависима от комментариев. Ну, для меня реально, это не смешно. Да, да, правда. Я постоянно обновляю, то есть я когда всем проставила лайки, я поднимаюсь опять наверх, опять выбираю сначала новые. Сначала новые. Сижу, смотрю, там, плюс 4 коммента, все по лайкам, опять сначала новые. И вот прям, ну, я не знаю. Ты помнишь, с какого момента начала это делать? С какого месяца? Я помню, что раньше я это всегда делала, потом как-то я заколебалась, как будто остыла. Да, вот этот период черноты. Мне не то, что было плевать на это, но я этим не жила и не горела так, как сейчас. То есть сейчас для меня это важнее, чем, там, не знаю, если мне сказать, выбирай, у тебя будут классные комменты, люди будут реально относиться к тебе как к другу, как к близкому человеку, а не просто как к какому-то челу, которому они случайно зашли на канал и ставили какой-то коммент, типа, ме, норм, и ушли. Или там, типа, дофигища миллионов подписчиков, просмотров. Я бы выбрала людей. Я думаю, что даже если бы очень много людей мне оставляли комментарии, я бы все равно не перестала отвечать. Просто я бы точно не смогла отвечать прям всем-всем, но я и так не могу всем ответить. И все комментарии запомнить, прям вот запомнить, как, например, я запомнила вот этот, то, что ура, завтра с подружками, едем на дачу. Но много смешных комментов, над которыми я прям в голос ржу. Обожаю мемасные комментарии. Да, я тоже так люблю. Типа, никто, абсолютно никто. Юля, типа... Поехали. Да-да-да-да-да, поехали, да. Все видео. И так мило. И я думаю, вот кто-то же реально сидит и считает, сколько раз я во влоге сказала, поехали. Я рада, что мы с тобой вместе на одной волне, что сейчас мы обе именно одинаково относимся к блогу. То есть раньше, мне кажется, эта связь со зрителем, она была супер бессознательной. Как-то я не ощущала того, что я ощущаю сейчас. И вот это вот ощущение у меня пришло реально, клянусь, недели худейшего человека. Да. Еще раньше у меня тоже была сильная связь. Это помните, когда я снимала видосы, как я подарю подписчикам подарки. Для меня это уже тогда начинало какие-то другие обороты брать. Я больше начала осознанно вести YouTube. Но именно неделя худейшего человека, это было ровно год назад. Год, как я веду свой канал, совсем по-другому. И мне так в кайф. Я думаю, что люди это чувствуют. Конечно же, конечно же, они это чувствуют. Иначе они бы не оставляли такие комментарии, типа, с подружками и все такое. Потому что суть подружек заключается не в том, что мы говорим, типа, вы мои подружки. Нет в этом. И просто называем вас нашими друзьями. Суть не в этом состоит. А именно в том, что мы общаемся. Реально общаемся. Мы не так, типа, что в переписке, да, сидим как бы за один день, час потратили, пообщались, и все, мы уже знакомы хорошо, более-менее. А реально мы просто постепенно, как в отношениях. Мы друг друга познаем. С каждым днем все чуть-чуть больше и больше. Короче, жесть. Ну, это очень реально классно. Ну, для меня это очень ценно, важно. Я этим очень дорожу. Поэтому даже, знаете, вот клянусь, раньше я была еще такой небрезгливой в плане рекламы. Мне бывает предлагают рекламировать какие-то там вещи, которые я понимаю, что, ну, типа, мои подружки охренеют, если я такое, типа, сниму. Вот реально. Не продукт плохой даже, а идея подачи. Идея, да, подачи. Типа, сними вот целый ролик про то, что никому не интересно. Да. И покажи вот это вот пять раз. Я такая, типа, блин, ну как? Я же понимаю, что никому это не нравится, никто это не оценит. Именно вот такая подача. Зачем? Ну, короче, блин, классно. Она не берется за что-то. Да, представляете? У меня тоже, в принципе, так. Ну, типа, не могу сказать, что у меня как-то очень много прям каких-то суперпроектов сейчас, но это не мешает мне брать и отказываться от того, что я считаю, как бы, не подойдет. Ну, а что, в принципе, сказать? Просто хотели, у меня хотели взять рекламу, чтобы я целое видео сняла, где рассуждаю по поводу, типа, месячных... и устройства женского организма. Да, то есть, прям, вот знаете, на биологическом уровне. Я понимаю, что даже, знаете, возможно, в какой-то момент я захочу снять такое видео, но я его сниму сама, там, без рекламы и сделаю так, как я считаю нужным и буду говорить только то, что я считаю нужным и, ну, как бы, выбирать выражение, понимаете? Я с тобой вот так пьяный, я смеюсь постоянно, да мы поженимся тайно. Оу, эй-эй-эй-эй. Джоли, Джоли, где умлеет сердце, ноет Джоли. Джоли, Джоли, кто сегодня успокоит? Девочка света, но все конфеты, как меча. Ищу брюнету, что в глазах голубого цвета, и, конечно, фигура атлета, и уехать на все лето. Круиз вокруг света, подпрывается домово-детто. Почему нам нравятся такие странные песни? Не знаю, двигается наш мирок! Почему мирок? Может, потому что мы их раньше спутали в детстве? Да. не знаю, что ты любишь мне. Только ты любишь меня, вечно. Знаешь только ты, 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 одни. Ты сердце не оскоряю. Горький мед на губах, на хобах, этот вкус мне знаком. Субтитры делал DimaTorzok 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 И они идут. И фигачат. Берут все четыре машины и едут менять. Ну да, прикольно. Когда уже совсем снегопады начинаются, тогда мы и меняем, потому что... Алло, зай! Алло! Привет, зайчик. Да, всё. Алло. А что? А где я, зай? А ты же знаешь, где я, да? Почему? Я же тебе говорила. Мы сториз не смотрим. А? Понятно. А, ешь на даче, я же тебе сто раз сказала. Да, мы только недавно приехали. Скучаешь? Я тоже. Тебе привет. Мне? Да. Тебе тоже. Тебе тоже. Ну ладно, мать, давай. Сумасшедший. Так меня бесит, что я Славе говорю, я ему позавчера, позавчера, позавчера. То есть я ему рассказала все планы на неделю. Я говорю, послезавтра я еду на дачу с Кариной. Вчера прихожу, я завтра уезжаю. Куда? На дачу с Кариной. А, ну ладно, ладно. Я говорю, понял, да? И уеду, помнишь, да? Вот реально так. Привет, ты где? Как дела? Такой ты шлюля вообще. Почему он никогда не запоминает? Не знаю. Или он может просто сделать вид, чтобы вывести меня? Ну, может быть, он имел в виду, ты именно сейчас где? Может, ты в Макдональдсе еще? Может быть, ты едешь? Не-не, он 100% просто забывает постоянно. Не знаю, смешнее будет. Че вам рассказать? Да ничего тебе не надо. Да вот вообще. Тут уже конца недели влогов не было. Давайте я вам лучше дохлую муху покажу. Опять? А что? Это же другая. Но это точно дохлая. А-а-а! 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 Нет! Она шевелится! М-м-м. Ей больно? Я ее не трогала. Она просто начала шевелиться. О, боже! Видите, как ее ножки шевелятся? У тебя так много насекомых на этой неделе влогов. И ты, богомолиха. Кариночка, прошу, только ты одна осталась. Не ведись на эту псевдокрасоту. Я чуть не плакала, когда ты нарастила ногти, которые ужасные. Юлю потеряли. Да, надеюсь, ты останешься естественной. Слушайте, я свидетель того, что Юля реально идет все, что она делает. В плане, я вижу ее в реальной жизни. Я смотрела сегодня на нее сбоку машины, на профиль, и я думала, вай. Да? Ты так думала? Да. Мне, честно, больше твои зубы нравятся именно в профиль. То есть, профиль, вай, реально. И нос, то, что ты даже подколола, он реально стал визуально круче. Да, я знаю. Волосы. Единственное, может быть, ну, ресницы не могу сказать, что я в восторге. Может быть, стоило бы тебе попробовать их снять в первый раз. Нет, они у меня не такие длинные, как у тебя. Тоже верно. Зачем мне мучиться? Ну, блин, не знаю, если кто-то что-то с собой делает... Вот вспомни, все просто сходят с ума по Кайли Джейнер. Она вся сделанная, вся. Да, и никто и не пишет такие комментарии. Просто забей на это. Ну, блин, мне, на самом деле, абсолютно пофиг на то, что люди могут что-то написать, то, что я вся сделанная и все такое. Меня это абсолютно не волнует, потому что я лучше буду сделанная, но счастливая, чем я ничего с собой не сделаю. Просто для кого-то, типа, норм ничего такого не делать с собой. Тебе по кайфу, тебе это нафиг не надо. А мне не норм. Все люди разные. Я хотела в себе изменить то, сё, пятое, десятое. Ты не думала, что из-за того, что у тебя проблемы с кожей, ты пытаешься всё остальное сделать лучше, потому что с кожей у тебя не получается ничего сделать? С ума сошла. Я же, когда даже, например, накрашусь или отфотошоплю себя, прыщи уберу, у меня бывают моменты, когда у меня нет прыщей, и всё равно есть какие-то там детали, которые мне не нравятся, например. Пишут то, что теперь у меня зубы как у лошади, или типа как у этого из мультика Юлий, конь, который... Когда я сегодня проснулась, красилась, смотрела там, чё происходит, ли, как дела, я поняла, что мне уже сегодня больше нравятся мои зубы, чем вчера. Возможно, вам тоже понравится. Да вы ко всему привыкнете, вспомните, как тяжело к новому привыкать. Интересно, а какой процент пересечения у нас с тобой смотрят наши недели влогов? Ну, у тебя это уже какая неделя влогов? Дофига, наверное, у тебя одна пока. Кто-то тебя прям вообще не любит. Ну, у меня так же с тобой. Ну, да. Не-не, просто так это забавно, да? Да. Интересно. Мне иногда пишут в комменты, пожалуйста, не снимай Карину. Нет, мне так и не пишут. А кто-то мне наоборот пишет, ну, типа, блин, к тебе хорошо отношусь, но в блоге неделя влогов лучше у Карины. Ну, то есть, меня это никак не обижает, не задевает. И я не думаю, блин, надо мне тогда что-то делать, как делает Карина. Вообще ни разу так не думаю, потому что я понимаю, что есть люди, которые пипецко кайфуют именно от такого стиля недель влогов, как я делаю. Может быть, они у меня не такие динамичные в каком-то смысле, как у тебя получаются, но у меня такие. У меня много болтовни, но эта болтовня, она реально в моей жизни, я очень много болтаю постоянно, я люблю болтать, я могу болтать часами, и когда я оставляю 20 минут просто болталовки какой-то во влоге, как мы просто о чём-то разговариваем, либо я что-то рассказываю, это не потому что я такая тупая, не заметила, типа, надо было вырезать слишком много болтаем, а потому что мне это норм. Я смотрю, как я болтаю, и о чём я болтаю. Мне кажется, это очень интересно, это очень надо оставить. Очень обычно нравятся виниры, но эти вообще нет. Это какие-то крупные, как будто неправильный прикус, ни по размеру, ни натуральные, как вставная челюсть у моего деда. Временные в сто раз лучше были. Ну блин, ну длинные, Юль. Длинные, соглашусь, длинные. Ну, в любом случае, я приму решение после того, как мне нижний поставят, скорее всего. Да, конечно. Потому что тогда будет понятно, но... Ну-ка, сомкни. Просто видишь, в чём прикол? У тебя сейчас зубы, они... Выходят, закрывают немножко верхнее. Да, если нижние будут тоже большие, то капец, у тебя будут огромные зубы снизу и сверху. Нет, нижние я... ну, я не думаю, что они будут длиннее тех, которые сейчас есть. Ну, почему это? Не знаю. Тебе же их уже... ну, может, и не будет. Посмотрим. Я без понятия, что будет, как будет. Но это абсолютно нормально. Ну, мне кажется, что у меня нет такого... Я вот такая должна была родиться. Просто то, как мне поставили, это правильно. Это правильный прикус, как бы мне делают правильное вот это вот всё, чтобы смыкалось как надо. То, что они большие для меня, возможно. То есть врач меня делает именно так, как правильно, типа, должно быть. А не так, как мне должно быть привычно и всем привычно. Я так думаю. Я поговорю с врачом, я ещё подумаю, посмотрю. У меня нету такого ощущения сильно, что они какие-то длинные, большие. Я чувствую, что они длиннее, и это очень непривычно. Но не знаю. А кто-то говорит наоборот, что винир кайф, у тебя лицо лучше стало. Выглядишь с ними или моложе, потому что счастлива. А я ещё не досмотрела. Юрий! Да? Всё готово. Ага, спасибо большое. На самом деле, это вот опять же такие, кто-то пишет большие, потому что непривычно, говорит ненатурально. Ну блин, идите нафиг. Я вот когда селфи смотрю, я думаю, боже, как красиво. И когда я улыбаюсь вот так вот, я не чувствую, они не выглядят большими. Ну разве они большие? Отстань. Разве они длиннее, большие, лошадиней? Нет. Они большие только когда я вот так вот ржу. Как лошадь, реально. Ну блин. Ну блин, когда я ржу как лошадь, я вообще ужасная. Ну пойдём наверх. У тебя капец много материала. Я стараюсь максимум, чтобы у меня материала было, ну, на час, если у меня очень много, я снимаю, типа, каких-то процессов, чтобы потом перемотку сделать. Максимум час двадцать. А ты говоришь час тридцать, час сорок, вообще. У меня так спокойней. У меня так спокойней. Мне лучше, когда у меня много материала, я могу спокойно болтовню вырезать. Ну, долгий, ну. Фух, я устала. Я хотела сказать, что я в шоке от того, сколько у меня курточек. Так, давай устроим примерку. Можно иногда. Подиум. Иногда. Так, что я хочу забрать в Москву? Это что такое? Шука. Да, розелая. По твоей волосы. Поди, точно. И по твоей волосы. Можно. Ты как личинка. Да. Ну, это классно, потому что она, типа, попку прикрывает. Мне кто-то в комментарии написал, что вот эта муха, которая спит, типа, у нас, возможно, что она лежит и откладывает там личинки. И кто-то написал, скорее всего, у вас будет пополнение в семье и будут личинки. Я такая, ура! Ты не хочешь убить ее? Я не знаю, боюсь. Слава, по-сему. Да, Слава заставлю. Моя любимая курточка. Просто любимая, глянь. Она сильно засрана? Не вижу. А, это зеркало? Хочу ее померить. Эту? Да. Она очень классная. Я ее не помню стираю. А, вот эта засранная вся. А, ну, я ее не переливела там тут. Блин, чего у тебя все такое розовое? Я не знаю. Люблю я розовый. Эту берешь? Не. Блин, ну я бы такое не смогла носить. Ну, типа, это вообще не мой стиль. Даже с Лютиком пойти погулять? На дачу поехать? Просто с комфортом, типа, вот все такое? Мне не нравится. Для меня комфортны другие вещи. Я бы... У меня есть офигенный пуховик от Келлин Кляйн. Мне такое больше понравилось. Да, он классный. Я просто люблю такие вещи, в которых... Ух, да. Вау, забираем. Ребята, туса вообще, нормас. Маш, на. Иногда. Мне кажется, у тебя уже материалы на часа полтора. Там куча фигней еще. И музыку же не всю ставишь. Блин, зачем ты тут шуму так держишь? Как? Она же протухнет здесь. А, думаешь, Москву ее тоже забрать? Вообще-то ничего не сделай. Либо сама носи, либо отдай, продай. Кому отдай, продай? Ну, продай, хорошо. Только померя я хочу посмотреть. Тебе больше идет в такие куртки, чем мне. Да. Может, из-за того, что ты дрыщ? И повыше, может, повыше. Потому что ты сразу в личинку превращаешься в таких. Она просто линяет. Ну, вообще, выглядит, конечно, просто лакшиней. Я надо расчесать. Выгляжу, а мне, конечно, лухари просто. Лухари-милаш. О, блин, я телефон не оставила. Посмотри. Это ты. Сейчас. Быстрее показывай, я не терплю. Покажи. Не будет им видно. Я потом вставлю. Да, я видела. Мы пошли вставить. Реально, типа, какой-то художник изобразил, типа, людей. Это вообще что? Это реально бомба. Голес. Курток, смотри, а вот у него еще попку можно пришить. У тебя же такая же, только оттенок более серый, по-моему. А, да, я думала, ты купила это. Ты тоже по Мартуру что-то купила? У меня тоже такая есть. Ну, выглядит классно. Мне просто нравится, что у меня такие плечи здоровые, как будто бы я этот бандит. Ну, это прикольно, в этом есть свой кайф. Учитывая, что ты худая, вполне. Я перепил. Зачем тапочки тебе здесь? Отвези домой. А мне они там зачем? Я не хожу там в тапочку. Снимай меня и бери жвачку. Так, вот это я сейчас все возьму опять, а в Москве мне это куда девать? Ну, так ты берешь себе только две, остальное отдаешь. Какие идеи? Я даже не знаю, нужна ли мне вот эта розовая, если у меня новая есть? Не нужна, она отстойная. Не гони. Я ее на даче оставлю, чтобы на даче не было. Что это? А еще, вот, гляди, видишь? Это из дома у нас, с Москвы. Мы со Славой сюда перевезли. Молодцы. Не помню. А это где стояло? В комнате, где Слава работает. Прикроватные эти дурочки. Причем... Все, надо будет сюда приехать нам со Славой, ведь через сколько-то денечков и забрать елку. Хотя мне так падло. Ой, я вообще, я мечтаю снимать уже влог массы каждый день. Не знаю, мне настолько падло елку в этом году ставить. Да не гони. Просто у тебя нету... Ты помнишь свой предыдущий опыт? Конечно, нельзя. Плюс у тебя нет пока новогоднего настроения, но еще рано. У меня вообще... Ну, блин. Я говорю, у меня никакого не при новогоднего, не при... Ну, потому что еще дожди... Ну, вот это, декабря не наступило еще. Делки обычно, вроде, рано ставят. Ну, нет. Ну, типа, у кого как, но я считаю, что это тупо ставить их в ноябре. Не? Камера экшн. Короче, мы приехали с дачи с Кариной, я отвезла ее домой. И сейчас мы со Славой сидим и кушаем. Я еще домой даже не заходила. Точнее, мы только пришли кушать. Зай, все ждут твою реакцию на мои виниры. Только говори громко и внятно. Сейчас наличие. Ребят, насчет Юлиных виниров я уже говорил, Юля. Скажу еще раз. Выглядит, конечно, неестественно. В плане неестественно неплохо сделано. В плане непривычно для меня. Тебе кажется, как будто я смотрю на чужие зубы, на чужой рот. Ну, это все дело привычки, конечно. Вот. Очень жду, когда сделаю тебе нижний. Да, тогда будет более ясная картина. Ну, конечно. Это так, я прошу ее улыбнуться, она такая... Я потому что всегда стесняюсь. Меня же Карина тоже постоянно говорит, ну, улыбнись. Я такая, подожди, размеши меня. Не знаю, я, конечно, бы не делал бы виниры, но... Ну, на твоем месте. Но просто, если тебе так комфортнее, ты будешь... Ты куда смотришь? Ты говори, я... Ты смотришь на рекламу? Да. А смысл? Ты меня уберешь в интервью и меня не слушаешь. Я беру у тебя интервью не для себя, а для моих подписчиков. Тебе неинтересно мое мнение? Интересно, я его слышу, Зай. Я хотела посмотреть, что там на телевизоре. Ну, давай, рассказывай дальше. Я говорю, я против того, чтобы ты там, ты это делала, но я тебе уже говорил. Как ты против? Лишнее, лишние вмешательства. Запомните вообще все, кто делает просто так, какие-то красивые а-ля процедуры, улучшающие. Лишнее вмешательство. Вообще плохо. Это плохо. И, ну, я очень буду рад, если ты станешь чувствовать себя увереннее. И будешь больше в гармонии с собой. Спасибо за твой ответ. Ну, выглядит красиво же. Ну, выглядит, опять же, прям супер, типа, как угла. Ты просто не привыкла. Я привыкну, это дело времени. Я дома. Я думаю, вы это и так видите. Наверное, вам странно то, что влог сегодняшний в формате фишай. Но отбросите всю странность. Где пакеты с лампочками? Ты врываешься в мой видеоблог. Мне пакеты нужны. Зай, на балконе. Там? Нет, у тебя. Там, а где они? Внизу выдвижная коробочка белая. Короче, я в шоке. Я сейчас хочу пойти в душ, потому что мне надо это сделать обязательно. И пока я буду монтировать видео, у меня как раз потихонечку, помаленечку высохнет башка. Потому что сушить ее обычно долго и все такое. Кстати, я хотела сказать, что Карина мне подарила крем от Клиник. Тональный крем. Хотя я не знаю, насколько это тональный. Может, это... Ну, да, наверное, тональный крем вот такой. Она мне вообще два подарила, но один темнее, другой светлее. И сегодня я им намазалась по тону хорошо. Очень хорошо. Я ей сегодня уже сказала за это большое спасибо, подружка. Так что пошла я в душ. Завтра мы с Кариной будем тусить. Завтра влог будет обычный. Я знаю, что, наверное, вам не понравилось это видео, потому что мы много болтали в этом влоге. Но на самом деле так и прошел наш день. Мы были в машине очень много времени. Ехали, болтали, слушали музыку. Потом, когда приехали на дачу, тоже ждали, болтали. Поэтому... И когда мы приехали, было уже темно, как всегда, в общем-то. Сейчас Слава меняет лампочки в коридоре, потому что они, как всегда, перегорели. Ах, так что все. Я с вами на этом прощаюсь. Сорян, если видео было не очень. Не обижайтесь, Лея. Пожалуйста. Все равно оставляйте комментарии, что думаете. Потому что мы с Кариной немного рассуждали, болтали. На это тоже пишите свою реакцию. Будет интересно почитать. И все. Завтра мы с Кариной идем в студию фоткаться. Сейчас еще, кстати, надо будет выбрать зал. Но это я уже буду делать попозже, когда помоюсь. Ну, короче. Люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что смотрели. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok